А, здесь же не будет этих камер, здесь же общий фон. Ну, конечно, мы же на общаке, ты же переключать нас не будешь, ты же нас сбросишь. Здравствуйте, дорогие друзья, нам уже заявили, что мы вошли в эфир, неожиданно так. У нас здесь технические были ноу-хау, точнее наш звукорежиссер ушел в отпуск, или как это называется? Приболем. На удаленку, на удаленку. Представляете, человек в отпуске, а его сейчас заставляют нас администрировать. Какой уж, Саша, ты герой, а Леша Степаненко двойной герой, потому что вопрос, как всегда, прислал. Да, либо в отпуск, либо на удаленку, но тем не менее у нас сегодня четверг. С вами Дмитрий Демушкин, Дмитрий Потапенко, политика, экономика и ваши вопросы. Будем разбираться с ними все целы. Есть две заявленные темы, мы кратенько пробежим по ним, а потом по всему, что вы напишите, и уже написали. Таша, мы тут уже кое-что и выделили. Так, ну, тема... Ну, ты без нее, конечно, не можешь и без этой темы обойтись. Я думаю, что тебе-то больше всего должно прилететь за это. Да. Что же вы, русские националисты-то, не удержали-то? Погромы-то сразу, да. Ну, конечно, ну, где погромы, там и русские националисты. Вы же не удержали ситуацию под контролем? Да, ну, это не наша задача. Как это, минуточку, это вы должны были, вы же русские националисты. Ну, это же погромы-то кавказско-юлистские. Не знаю, не знаю, не знаю. Ну, русские националисты ответственны за все. За все погромы всегда ответственны русские националисты. Ну, конечно. Нет, заявили, что ответственные силы извне. Но вы-то не удержали в стране? Американцы и бандеровцы. Конечно, бандеровцы, конечно. Бандеровцы, да. Ну, вот, мы сами-то не будем эту тему разбирать. А наша тема такая-то для нас не эта самая. Конечно, мы бы ее могли посмаковать. Но зачем? Вы ее и так везде уже почитали и поглядели. И даже уже все это. Мы обсудим немножечко такую вещь, как последствия. А у нас на Кавказе часто случается такая ситуация. Когда что-то происходит такое яркое, что не удалось удержать под контролем. Кстати, из всех федеральных телеканалов в момент этого действия только один мельком чуть-чуть показал, что что-то есть, но все под контролем. Все остальные методичку Вовы не получили. И поэтому по этой теме мы не знали, что высказывать. Хотя все мировые таблоиды выходили как раз, что это была очень важная мировая новость. Ну, видишь, вот не для России. Но я сейчас о чем? Уже о последствиях. Сами мы вот эти все погром и все, что там с этим связано, разобрали. Вот мне что стало интересным. Так вот, ну, само действие напомню, что 29 октября уже довольно-таки давно вышла толпа людей, которые побежали захватывать аэропорт, искать евреев на прилетевшем рейсе. Причем даже в турбинах. Даже в турбинах, да. Это уже мем, который обошел весь интернет. Но, собственно, там это все закончилось стычками сотрудников правоохранительных органов. Они там были госпитализированы. Протестующие погромщики госпитализированы. Ну, в общем, там все в полном комплекте. Тут же возбудили грозные дела. По статьям там массовые беспорядки, нападение на сотрудников. Ну, все как водится. Это же не пластиковый стаканчик. У нас и стаканчик в сторону. Понимаешь, дело в том, что пластиковый стаканчик, брошенный в сторону сотрудников правоохранительных органов, сбивает не только сотрудников правоохранительных органов, но и поражающие элементы разлетаются на 3-6 километров. А самое главное, причиняет ему нестерпимые моральные страдания. Не только моральные страдания. Вообще, выходит техника из строя, практически сносит людей, гражданских лиц. И это все правильно. Да. Да. Ну, в общем, полная жесткость была. И жесткость была в заявлениях. Особенно отличился президент Дагестана, который сразу же на это отреагировал, собрал депутатов и жестко-жестко выступил. Сергей Маликов заявил, что участники погрома в аэропорту Махачкалы являются смелыми только в толпе. Политик заявил, что это не люди. Они не являются мужчинами. Ну, и там, и маму, и все, что мог, все заделка. Короче, мы даже все читать не будем. Лишь выборочно. Во имя своих высказаний Сергей Маликов назвал участников беспорядка животными. Усомнился в том, что они являются, ну, в общем, вы поняли, во всем усомнился. И он, самое главное, что он не собирается после этого с ними церемониться и не планирует, удовлетворят никаких просьб задержанных. Типа, будут с ними максимально жестко поступать. Я даже не буду там дальше зачитывать, что он про них тут наговорил. Обычно после этого мужчины стрелятся, должны то есть уже не беседовать. Ну, собственно, это вы все слышали. Это вот, заходите, это не враждебные западные ресурсы, это наше информагентство писали. Я специально только их цитирую. Никаких там этих западных таблоидов, и никаких, тем более, там, боже упаси, бендеровцев нету. Так что это все. А вот прошло как бы у нас неделька садила, и все изменилось. Это же хорошо. Так, сначала у нас там пошли заявления муфти Татарстана. Призвал проявить снисхождение к участникам еврейских погромов в Махачкале. Камиль Семигулин считает, что их действия были организованы силами извне. Как тебе такой смягчающий фактор? Однозначно смягчающий фактор. А если бы они еще нескольких человек вольнули, это был бы очень смягчающий фактор. Потому что тут врафик не виноватый. Нет, ну если силы извне, написали в телеграме, что надо громить евреев, то ответственность снимается уже. Да, если просто ты предъявляешь, вот приходишь на суд, например, убил 10 человек, предъявляешь электронное письмо с неизвестного адреса, что надо убить 10 человек. А это силы извне. Это силы извне. И смягчающие обстоятельства тебе говорят, ну все, ну теперь только административка. Если это сообщение в голове, то можно надеяться на психиатрическое имение. Это уже само собой. Но сначала ты предъявляешь e-mail распечатанный, его адвокат предъявляет и говорит, слушайте, ну это сила извне. Потом эта сила пришла внутрь, и поэтому врафик не виноватый. Ну, в общем, к этому он еще заявил, что проявление провокация, которую устроили западные спецслужбы. Кстати, почему и не украинские? Нет, он разошелся. Маликов заявил, что это бендеровцы. А, ну все тогда логично. Бендеровцы, да. Бендер. А этот самый, вот Песков, кстати, тоже сказал, что это извне просто. Песков это у нас, по секретарь президента, если кто не знает. А вот главный у нас муфтий заявляет, что нет, это вот западные спецслужбы. Ну, это тоже извне. Ну, он думает, что это так. Там все извне, там в любом случае извне. Я вообще думаю, что все, что плохого происходит в России, это... Только извне. Либо западные спецслужбы, либо бендеровцы. Либо англию. Ну, англичанка гадит всегда. Либо взрыв бытового газа. Ну, взрыв бытового газа, но бендеровцы. А, несчастный слушай из гранаты еще. Это бендеровцы. А, это тоже бендеровцы. Нет, ну это сами игра. Ну, нет, мне кто-то прокрался на... Бендеровская граната. Да, она просто по отпечатку пальцев взорвалась в руках у Евгения Юрьевича Пригожина. Все. Я не его имел в виду, если что. Да. Только я не его имел в виду. Ну, после этого выступили у нас же спортсмены, они отмолчались. Они же у нас чуть что не так-то требуют разогнать и посадить православных граждан, которые там что-то не любят и не хотят. Ну, вот в этом случае российские спортсмены единодушные. Вот, определенные. Я, кстати, с ними тоже. Хабиб Нурмагомедов призвал простить дагестанцев, устроивших массовые беспорядки и погромы и оправдумы Махачкалы. Он, кстати, их даже не оправдывал с западными спецслужбами. Просто говорит, простим, ребят. Ну, это же, кстати, это разумно. Разумно. Однозначно. Ты знаешь, и вот... Понятие простить. Я почитал, и официальные лица депутата в Махачкале начали не столь агрессивно высказываться, а подумал, что действительно, может быть, это случайно вышло. И ничего страшного-то не получилось. Ну, госпитализировали там сотрудников. Там, помню, даже кто-то умер. Слушай, да нет, там, слава богу, по-моему, без смерти это обошлось. Потому что если бы там со смертями было сложнее. А никто не умер в больнице? Там разве нет? По-моему, у меня там все-таки вся история закончилась просто побоями. Другое дело, что сам по себе факт. Ну, мы же с тобой понимаем, что, к сожалению, в общем, это недоработка на этапе, когда только призывы в социальных сетях появились. Скончался полицейский, пострадавший при погроме в рапорту Качкалы. Я же тебе говорю, что он спустя в больницу скончался. А, спустя некоторое время, да? Да. Ну, и не абы кто, а полицейский. А это уже, извини, покушение на сотрудника при исполнении. Да, при исполнении. Это вообще вплоть до пожизненного. Если группа лиц и так далее. То есть, статья-то такая, знаешь, не предполагает прощения. Однозначно. Ну, как-то это самое. Если он реально, а первое, был при исполнении, второе, это было в момент погрома, то это вообще уголовка почти вплоть до пожизненного. Это правда. Там должны выявлять. Ну, то есть, по крайней мере, следствию придется очень сложно уходить от того, что, ну, скорее всего, они будут уходить за то, что невозможно определить лицо, привлекаемое к ответственности. Вот это. Ну, там, смотри, 212-е возбуждено беспорядки. По статье сама по себе тяжкая. И там задержано 60 человек, причем 140 или сколько-то уже заявили установленные. То есть, кто принимал непосредственно активное участие. То есть, в принципе, это почти у каждого там какой-то дальний родственник. Конечно, там все родственники. Там, да, очень маленькая диаспора, скажем так. Я знаю, что уже даже какой-то один из руководителей администрации, не первое лицо, но какой-то, какого-то этого был уволен. То есть, который принимал там участие. То есть, не все там были вот маргиналы с улицы. Я думаю, что сейчас они поглядели на это все и задумались. Слушай, ну, Рамзан Ахманович же сказал, что уже глава другой республики, что три выстрела в воздух, а четвертый в лоб. Не, ну, это он про свою вотчину. Вот. Здесь-то вот эти жесткие заявления начинают тихонечко меняться. И мы, как всегда, с большим интересом, как и вы, дорогие друзья, посмотрим, чем же это все грозное дело закончилось. Потому что я так помню, кому там сколько давали за митинги у нас. Ну, 6-7 лет минимум. Вот. И посмотрим, что там же будет, да. Потому что вот там-то оно как-то вот больше похоже на массовые беспорядки. Ну, это массовые беспорядки, да. Это не стаканчики. Ну, стаканчики все-таки опаснее, я считаю. Опаснее. Однозначно. У стаканчика все-таки разлет поражающих элементов 3-6 километров. Это больше. Тут-то всего-то, господи, аэропорт. Ну, я думаю, это само по себе еще неправильно. Не по-мужски как-то. Идет сотрудник, весь в экипировке, готов к бою. А его, как-то, стаканчиком. Ну, унижение, достоинство. Согласен. Нет, вообще ужасно. Я считаю, что... За это можно вплоть до пожизненного давать. Ну, некрасиво поступать. Вообще некрасиво. Одно дело, там, понимаешь, вот умер кто-то, это как-то так соответствует. А тут достойная какая-то история. Ну, кого-то-то, наверное, все-таки накажут, отдельно найдут. А может и не накажут. Но нам интересует вот это вот все. Про правовая коллизия, скажем так. А ты заметил, что у нас последние полтора где-то года, наверное, два, эти правовые коллизии просто одна за одной идут? Дело в том, что то, что делает власть, она сама себе роет большую могилку и ямку. Потому что чем больше она принимает подобного рода понятийных решений, тем больше она приводит к тому, что внутри... Мы сейчас не говорим про гражданских, там, с гражданскими вторично. Тем больше внутри самой структуры власти становится именно разрушение как раз по клановому принципу. Тем выгоднее для... Ну, потому что, грубо говоря, гасить гражданских не очень выгодно. Потому что ресурсы, которые ты можешь получить, это не обязательно денежные ресурсы, не очень обязательно там какие-то иные ресурсы. А вот властные ресурсы с помощью подобного рода разборок можно получить серьезные. Поэтому в рамках министерства и ведомств очень выгодно писать доносы от общественных организаций на тех же иных министров, ведомств, губернаторов и иже с ним, чтобы получить властные ресурсы. Это выгодно. А вот сейчас ты и озвучил главную мысль, которую я ради которых эти две темы и взял. Первая тема – это наше юридическое поле. Ну, марш, так называемый, по Игожину нанес сокрушительный удар по ней. По всей системе и пониманию граждан, как это работает. Некоторые политики ярые еще подлили масло в огонь. Ну, где-то вы кого-то забили, где-то вы кого-то плохо поступили. Ну, и не публично. А тут публично, нарочито. И вся страна это наблюдает. И пошли уже и шутки, пошли и не шутки, уже и мемы. А давайте вот этих всех задержанных в Ярославле отдадим и будем тоже избивать, тоже ордена получим за это. Почему они там кого-то грабят или и так далее. И вот весь интернет это шумит. Закон-то у нас и так формально, все понимали. Он и в ту, и в другую сторону поворачивается. Но сейчас-то он нарочито так повернулся. И сейчас уже это показывается. И все язык засунули в какое место у нас? Ну, в ухо. Да, в ухо. Где у нас конституционный суд? Где у нас суды и инстанции? Где у нас люди, которые высказали права? Я говорю, что вся история, как это, бритва Акамы, она быстро туда-сюда. Было Чернокозова, было, соответственно, были, и об этом было высказывание Бодрова-младшего по поводу того, что нужно всегда оставаться на стороне своих. А теперь Маятникова качнулся в другую сторону. Если раньше фильм «Брат 2» совершенно спокойно выходил, где Данила Багров разбирался с кавказцами, и это считалось социально одобряемым поведением. Хотя фраза была провокационная, это же я признаю. Да, да, да. Ее, кстати, потом начали вырезать. Да, да, да. Но теперь как-то бритва в обратную сторону пошла. Ну, знаете... Понимаешь, что сейчас, соответственно, «Брат 2» может быть снят в обратную сторону, когда кавказец таким же образом разбирается со славянами. Кино-кино, а тут жизни. То есть, и когда наши официальные правозащитники все высокого ранга заявляют на момент избиения, да, заявляют, что единственное, что они там заметили, это недостаточно четко поставленный удар. Ну, это вызывает у кого-то, может, улыбку, а у кого-то вызывает полное ощущение, что правовая эта система... Да, там ключевой даже не правовой системы. Дело в том, что там основные вопросы будут к руководству республики, потому что республика управлялась и управляются не только официальными властями, но и неофициальными властями. Поскольку подобного рода разгон там был недели за две, власти должны были сделать достаточно банальную вещь, вызвать старейшин, старейшин родов, и даже подобного рода поползновений бы не было даже. Ну, и наши же спецслужбы тоже просали, все, стратегический объект, не надо забывать, если у вас аэродром может так толпа пойти захватить, то, ребята... Не только это. А как вы потом экстренно улетать-то собираетесь, если так все это будет работать у вас? Ну, потому что есть же и другие объекты, там есть и военная часть. Да, это была первая часть. А теперь, казалось бы... То не присказка, то сказка, сказка будет передел. Причем к этой теме мигранты, да, мигранты, тема у меня заезженная, но тем не менее, а причем к этой теме здесь мигранты. А тоже немножечко они подойдут сейчас с этого же боку. Вот смотрите. Ну, сама новость. Рособнадзор выявил нарушение во всех 13 вузах, где проходит экзамен для мигрантов для получения гражданства ИРФ, разрешение на работу. Генпрокуратура начала проводить проверку соответствующую. Замглавы ведомства Светлана Кочетова уже высказалась, что это все... Ну, об этом мы уже много раз рассказывали. Я в эфирах рассказывал, и были у меня собеседники, которые про эти вузы очень хорошо объясняли все. И был, более того, известнейший случай такой интересный, я вот прямо его сейчас расскажу, его очень долго обсуждали в высоких кабинетах и несколько раз на эфирах. Суть была такая, что Валентина Леоновна Казакова, это такой начальник главного управления по вопросам миграции, генерал-лейтенант, кстати, МВД, то есть не абы кто, да, симпатичная девушка, женщина, да, уже можете посмотреть, да, вот в интернете, что ее там должность такая. Вот она приехала, это Коженов, Коженов. Я все время Вадима Коженова неправильно ставлю ударение в имени, он, надеюсь, на меня не обижается. Вот, так вот, суть какая? Встретишься, посидишь и тогда не обидеться. Он рассказал, что она приехала в один из регионов, и там были 10 человек, которые получали российский паспорт. Чтобы дойти до этапа паспорта, они должны три раза были сдать экзамен. Сначала там РВП, разрешение на временное проживание, потом ВМЖ, вид на жительство, а потом уже вы получаете гражданство, то есть третий экзамен сдаете. И вот, эти граждане должны были выйти к микрофону, там не заставляют ничего учить. Там бумажка, бумажка из нескольких слов. Я обезуюсь, клянусь, присяга. Типа быть гражданином. Так вот, из 10 человек никто не смог прочитать. Был конфуз, генерал-лейтенант на этот счет возмутилась, и, собственно, это была история год назад. Вот с год назад не поменялось ничего. Сегодня эту проверку вузов провели. И все понимают всю, не только по языку, когда нам каждый раз рассказывали, что вводят урок истории, обязательный экзамен, что вводят по деньгам, чуть-чуть у нас было добавление, они должны были сдать, показать, что рубль это российская валюта, а не доллар. Также язык. Я всегда заявлял, что это коррупционная система. Все получение сегодня гражданства в России, все целиком единая коррупционная система. И каждый раз, когда мне рассказывают, что надо что-то ужесточить. Просто ставка вырастет. Да. Я всегда говорю, ребят, что ужесточить, увеличить коррупцию. Вот мне говорят, я сам в свое время озвучивал тему вести визовый режим со странами Средней Азии. Но на самом деле, что подразумевает визовый режим? Визовый режим подразумевает, что есть определенная какая-то сумма людей, которые должны получить эти визы. И никто вам не говорит, что эти визы не должно получить 10 миллионов человек или 15 миллионов человек. Или вот все, кто сейчас получил, еще плюс 10. То есть само по себе, то есть визовый режим это не панацея. Более того, все вот эти преграды, все вот эти электронные регистрации, все вот эти экзамены и все вот эти пункты, которые вам бесконечно дописывают, они увеличивают коррупционное... Просто составляющую. Да, поле. То есть мы сейчас видим, что с одной стороны мы видим правовой такой нигилизм в России образовывается. С другой стороны мы видим массовое замещение из-за завоз суда мигрантов. И на эту тему уже, ну как бы озадачиваются силовики, и даже ПТА высказался уже публично. Но процесс этот все равно не останавливается, он все равно наращивается. Ну посмотрим, что будет дальше. И к чему вот эта вся ситуация у нас потихонечку будет приходить? Потому что мы же по европейским событиям, погромам и вот этим митингам в поддержку Палестины можем же спроецировать. Мы же не идем, мы же можем спроецировать теоретический межнациональный конфликт, когда... Они у нас есть, но они у нас вялотекущие пока. Полицейские какого-нибудь группу таджиков неправильно задержат. Ну и самое... Или в мечеть войдут, не помолившись, обувь не сняв, когда будут задерживать. Это хорошо, если полицейских не сомнут. Потому что здесь ключевой вопрос... На первом этапе их не сомнут, а потом выйдет миллион человек. Не факт, потому что сейчас уже ситуация, на мой взгляд, не подконтрольна. Потому что то, что мы видим в Дагестане, это в Махачкале конкретно, потому что ситуация просто упущена, будем честны. Она могла быть купирована и она должна была быть купирована на этапе подготовки. И я понимаю, например, почему по тот же три главы республик присягают Рамзан Ахмадовичу Кадырову. Потому что он единственный, может быть, гарантом удержания... Может решить вопрос, по-настоящему. Конечно, он может быть единственным гарантом, кто удержит мусульман молодых от выхода на улицу. Он-то удержит, кстати. Ну, конечно, так поэтому его сыну Адаму и выручают награды. Как может сложиться, что он будет единственным, кто будет способен что-то удержать? А он так единственный и есть. Потому что все старые тяжеловесы проиграли во времени. Они проиграли ключевое. Я это уже несколько раз даже озвучивал, что... Они не делали ставку на грубую физическую силу. Они не делали ставку, да, на создание собственных армий. А скоро только она и будет весить. Уже сейчас выигрывает не тот, кто является политическим весом. Мы с тобой это обсуждали еще в прошлом году. А тот, у кого пулемет крупнокалиберный. Ну, и плюс к этому, ко всему, ведь общество последние два года накачивалось ненавистью. Это тоже такой фактор. Ну, конечно, ненависть против чужих, условных, там, украинцев или американцев, она всегда выливается, все равно вылится на ненависть своих. Ну, американцев бить не с руки, а... Они далеко. Да. А здесь... Да и украинцы, надо сказать, тоже далековато. А здесь внутренних врагов-то можно... Легко, господи, неважно, евреи, длинноволосые, узко, с узкими ботиночками. Ну, и это вообще профессиональная тема, они всегда под врагом войдутся. То у нас, ты же помнишь, это наши войны субкультур, они же построены по тем же самым принципам. Почему? Да потому что у тебя там розовые волосы. Вон я тут недавно гулял, в очередной раз по нескучному саду. Смотрю, идет группа ребятишек. Ну, там есть и постарше, но в основном такие, ну, я думаю, им лет 20, от 15, наверное, от 15, наверное, до 35, может быть, старшим. Они косплей, ну, или во что-то они там играют. У них, по-моему, был слет фурий. Они ходят там в таких бошках, там, этих, как лисичек, каких-то собачек, ну, еще что-то там. Ну, ведь тоже можно устроить им погром. Ну, там, если человек... Да у нас эти проклятые толкинисты, 20 лет уже в царице насобираются. Да у меня такая же ситуация, у меня на Лысой горе постоянно же эти, в Битцевском парке собираются родноверы, и все, вперед там. Реконструкторы. Реконструкторов, ой, это что, устроить разборки-то меж ними, так это только в путь. Ну, это, конечно, все детские разборки, а вот если там еще и религиозный фактор бы затронул, это же вообще. Ну, просто религия более массовая, более массовые косплейщики. Да, самые сильные два фактора. Это первый фактор этнически родственные, и второй фактор над ним и религиозный. А над ним это государство, надрелигиозная религия государственная. Это то, о чем говорю практически в каждом своем выступлении. Никогда люди так не били с дудуга с удовольствием, как за... За эти три фактора, за мифологически существующую национальность, за мифологически существующую религию и надрелигиозную религию под названием государство, тысячелетиями люди вырезали себе подобных. Все это мифически обнулилось. Ну, потому что если как только ты начинаешь просто жить в мире, ну, имею в виду, в мире ты рождаешься, человек рождается без паспорта, он рождается без национальности и без государственности. Это мы его награждаем. А вот скажи мне, вот вопрос, да, почему этим людям, которые на последнем UFC после боев выступали с пламенными отечами, поехать воевать в Палестину, вот им далекая Палестина, в которой они никогда не были, ну, и наверняка они никогда не поедут, она им оказалась ближе, чем конфликт Кремля с Киевом. А потому что для них... Не получается там священной войны? Нет, вопрос даже не священной войны. И там, и там они понимают, что ни туда, ни туда не поедут. Нет, ну, имеется в виду, что война, не война, у нас это конфликт между государствами, как-то их никого не трогает сильно. Конечно. А вот в выступлениях там вот Палестину, они далекую от них, которая не государство, и по нации от них она далека. Ну, она, они вообще, собственно говоря, говоришь, что я говорю, они ни туда не поедут. Религиозный фактор. Религиозный фактор, да. Ну, мифология, две мифологии. Мифология на национальности, мифология государства сливаются в единое. Ну, вот этот религиозный фактор, то он, видишь, как рушит общности быстро. Все три фактора рушит общности. Они все три, потому что, если взять, условно говоря, ДНК, то я боюсь, что всех огорчить. То есть, русские не отличаются от украинцев, арабы не отличаются от евреев. Да. Если глобально, ну, большая часть, да. То есть, украинцы точно от русских и европейцев мало будет отличаться. И все, и точно такая же, как арабы от израиля, и израильтян не будут отличаться. А если мы даже с появления, то есть, русского народа по племенам поглядим, до христианской Руси, у меня вот академик лавров, мы любили на эту тему с ним беседовать, как раз по истории доктора исторических наук. Вот он говорит, что племена, которые шли, расселялись вверх по Дунаю, в итоге стали германцами, а те, которые пошли вниз, они стали в итоге славянами. Общим таким словом называться, хотя германцы и славянцы, это понятно, что и русские, это в то свое время была тоже некая общность. Общность. То есть, были там поляне, дайвляне, кривичи, вятичи, их там больше 30 названий различных, у них не было единого там пантеона, не богов, ничего, у них там было все довольно размыт. Более того, англосаксы и скандинавы тоже были выходцы первоначально из близкого корня, понятно, что они просто более долгую там проходили. Знаешь, что всех их объединяет, как не покажется странно? Но вот теория, что все люди пришли из Африки, все-таки критикуются. Нет, это правильно критикуются. А вот то, что объединяет нас с англосаксами, со всеми вот этими германцами, которые туда ушли, это деньги. Потому что, поскольку, как я на нумизмат, у нас было очень плохо с серебром и с печать, потому что чем хороши деньги, я имею в виду металлические, тем, что они обычно, где в деньги вкладываются самые высокие технологии, во всех смыслах этого слова. Как в качество, ну, я имею в виду металла, так и в печать. Так вот, большая часть металла Руси, это от англосаксов. Поэтому у нас деньги их. Ну, видишь, у нас много что на самом деле объединяет. У нас очень много общего, настолько много общего. Почему я вот изучаю, как это, историю человечества сквозь деньги, потому что говорю, ну, цари, неважно какой он был, там, такой, царь, сякой. Ты же понимаешь, что в печать денег он вкладывает обязательно себя, ну, там, свой профиль, там, какие-то исторические, свои события. Он вкладывает, он не жалеет бабок на технологии и не жалеет бабок на металл. Ну, деньги и оружие всегда. Это две вещи, две вещи, которые человек чехлит всегда. Потому что все остальные исторические события, ну, ты понимаешь, их можно трактовать. А тут нет трактовки, ты берешь просто, делаешь, соответственно, радионуклеидные анализы, смотришь, откуда приходило в Русь серебро. И, условно говоря, серебра русичей фактически в нем нет. Вот, ну, собственно, вот эту тему, наверное, глобальную мы про, мы ее нет-нет затрагиваем. Про то, что у нас в целом, знаете, у нас, нам постоянно... С англосаксами у нас очень много общего. Да, нам даты постоянно какие-то обещают, когда все должно случиться и рухнуть. Ну, дат никаких нету. Это лишь говорит о том, что общности, они вот выдуманные общности, они очень быстро разрушаются. Вот нам говорили, что нету у нас национальности, есть советская общность, советский гражданин. Оказалось, нет. Далекие палестинцы оказались многим ближе, чем вся советская общность, за которую никто не воевал, кстати, заметь. И россиянин, а сейчас и русские из него тоже пытаются сделать общество, общность, ну, кто хочет, тот и русский. Культурная такая общность тоже разлетается просто на раз-два, когда встает этнический и религиозный фактор. И родственный, а там родственный фактор, они где... Спасибо тем двумя людям, которые нас поддержали. Все реквизиты в описании. Подпишитесь на Демушкин, на Демушкина, подпишитесь на телеграм-канал и на Потапенко прямой в ютюбе. Да, хочу 100 тысяч и никак не набирать. А я хочу даже смешнее, у меня 65 застряло и даже до 70 не дошло, там у меня 65 с копейками. Подписывайтесь, ребята. Пожалуйста. Не портите карму и нам приятно. А денег вы как заставляете, мы прямо... С вас не убудем, да. Да, сегодня в очередной раз шурма была. Да, здравствуйте, данные мирового банка, Россия на пятом месте. В ВВП входит, конечно, производство ракет, снарядов и прочей военной техники. Служб по контракту тоже туда зачислили, идет как услуги или нет. Что туда у нас зачисляются? У нас туда закинули все. Который сейчас растет же, да. Да, ВВП по ВПК у нас с вами растет. Действительно у нас в этом году просто небывалая вкачка денег. Вы беднеете, но оно растет. Но оно растет. Поэтому, если вам нравится, что мы на пятое место по ВВП скакнули, правда, я еще эти данные не перепроверял. Надо поглядеть. Потому что мы всегда были на одиннадцатом месте. Что они там посчитали. Да, маловероятно, что мы проскочили хотя бы позицию девятую. Мне кажется, это так же, как со статистикой победности. Это, скорее всего, вы взяли статистику Всемирного банка. Не Всемирного банка, а так называемую по паритету покупательной способности. А это очень лукавая история. Скорее всего, мы как были на одиннадцатом, так и остались. Будет ли Дмитрий Потапенко, так, это вопрос не суда, Ольга. Будет ли в ближайшем будущем война с Чечнёй или Татарстаном? Ну, шо ж, как же вы так пишите, это же часть, это... Наши страны, как же можно, мы же не можем воевать с ней с частью страны. Да, вы такие провокационные вопросы, наверное, из-за рубежа нам задаете. Да, однозначно, однозначно. Слушай, ты же встречался с Рамзаном Ахматовичем в свое время? Ты же к нему ездил. Он такой человек последовательный, я считаю. Тут сразу прям это, воевать вот там решили. А где фотки-то с Рамзаном Ахматовичем? Или ты не публиковал? Или вы не фоткались? А нужно, что ли? Не, ну как это... Чтобы было много мемов? Да, 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 чтобы много мемов было. А мы вот это обсудили про мамы тогда, что их будет много, да. И решили не публиковаться. Да, и подарков я был лишен из-за этого, чтобы не думали, что меня купили. Поэтому мне честь была оказана, я единственный был, кому ничего не подарили. Понятно. Ни шашки, ни бурки, ни даже не наградного пистолета? Это плохо. Нет. Наградной пистолет. Тогда другой был тренд, хорошие машины. И ты остался и без машины, и без ничего? Я не сожалел, я на самом деле тоже сказал, что не надо ничего. И мою идею поддержать. Ох, от наградного пистолета я бы не отказался. Я на самом деле попросил русским передать государствообразующий статус. Они потом мне сказали, лучше бы ты блинджик попросил. Они сначала думали, что это ерунда, потом это оказалось сложный вопрос. Им надо было выступить федеральному собранию с обращением парламента республики. Есть такая функция, созвать федеральное собрание, изменить первую статью Российской Конституции, вписав русских как государствообразующий народ. Они как бы этому не противились, не понимая, почему это для нас важно, так как это юридические преференции никаких не давало, по сути. А то, что русские и так в России основной народ, для них это секретом не было для чеченцев. Они думали, что мы это юридически не сможем подготовить. Оказалось, что это работа большая. Мы наняли эгидо, мы сейчас их порекламируем, юридическая компания, которая полгода готовила документы, подготовила их так идеально, Колесников Олег Альбертович, большой ему привет, что они не смогли их юристы ни одной запятой исправить. И действительно, они с этой инициативой вышли. И представитель парламента Татар Чечни, док Увахов Нур-Ахманов, с этой идеей, с этим обращением выступил. Но Владимир Владимирович Путин наложил вето. Тогда, кстати, против этого инициативы моей в 2011 году выступили только татары. Почему-то Татарстан, там, у них руководство это сильно задело. Кавказ-то в целом эту идею молчаливо одобрил. Ну, не то, что поддержал, но они высказались, там, хотите, делайте, там, типа. Нам не, нам все равно. Нам не холодно, не диплом. Они отдельно интересовались. Вы не хотите Россию сделать унитарным государством? Мы говорим, нет, много национально. Ну, тогда, пожалуйста. Если, говорит, вам никаких преференций конкретных отдельного народа вы не получаете, это, говорит, как вы называетесь ваше дело. В целом, справедливость, они, говорит, историческое в этом есть. Но, как бы они там, им было все равно. Ну, в общем, вот татары тогда резко выступили против. Вето наложил Владимир Владимирович Путин на эту идею. Высказал, что я не знаю, что там демышко с теченцами там делают. Ну, зачем вам это надо? И сказал, пока это не стоит все поднимать. Не пока, а сказал, что не надо раскачивать там эту... Не надо раскачивать лодку. Да. Но потом он сам с этой инициативы переписывал конституцию, выступил. И опять татары выступили резко против. И это единственный пункт, который в итоге поменяли. Помнишь, сначала был государствообразующая нация русский, а потом на язык ее заменили. Язык государства образующего народа. Опять был против Яра Татарстана. Это идея. Это вот привет сегодня этому татарскому лобби, который у нас, собственно, иммигранцию сейчас сегодня завозит массово. Не будем называть их по фамилиям, вы и так их все знаете. Спасибо тем двум, которые поддержали. Тремя вас не стало. Да, да, да. Так. Так. Дмитрий, это тебе вопрос. Все-таки безопаснее хранить сбережения в долларах на бирже или же на валютном счете в банке? Ой, сколько мы уже это обсуждали. Безопаснее в банке, в трехлитровой дома. Трехлитровый, чтобы не промокло. А еще желательно, чтобы она так лежала, чтобы не сгорела. Конечно, да. Лучше в персональном сейфе. Никак иначе. Ни на каких счетах не должно быть. Никакие долларовые банки, ну если все будет в тар-тарары, какие банки. Кто вам вернет эти деньги? Где вы их потом будете ловить? Это у вас будет цифровая выписка? Да, что у вас эти деньги есть. Типа вас это будет радовать. Да, доброго времени. Расскажите, почему вы так критично не готовитесь, относитесь к статусу самозанятой? Это к тебе вопрос, спасибо. Критично я отношусь к самозанятому, отношусь по весьма прозаичной причине. Весмотря на то, что я являюсь омбудсменом по самозанятому микробизнесу, я считаю, что три, вернее четыре базовых налоговых режима, которые у нас с вами есть, а именно патент, соответственно, самозанятый ИП и ООШК на 6% обладают очень сходными по мерам не только поддержки, но и по вообще обслуживанию признаками. Поэтому, с одной стороны, у нас ООШК и ИП может получить статус и поддержку, в том числе в качестве государственных мер поддержки. ООШК пользуется статусом в всех тендерах. Самозанятый получается легко регистрирует, но при этом также легко, в общем, он не получает, он не является ни предпринимателем. Статус самозанятого – это такой перифизик, но недоюрик. И моя всегда концепция очень простая. Надо упрощать эти налоговые режимы. Нужно их срастить, грубо говоря, в один режим, который должен быть по статусу близок к ООО, потому что ООО уважают больше всего. А по отчетности это ООО должно иметь такую же отчетность или близкую отчетность, как самозанятый, то есть фактически без особой отчетности. Тогда у нас с вами сократится количество ненужной абсолютно работы бумаготворчатой, поскольку если ранее всякие вот эти режимы, которые вы уже, наверное, подзабыли, побою и вмененка, они для того и организовывали, чтобы можно было легко и непринужденно создать юридическое лицо или без юридического лица работать, но с минимальной отчетностью. Сейчас отчетность перегружена как для ИП, так и для этой ОООшки, не к ночь помянутой, и больше возникает путаницы. Задача регуляторности должна быть крайне упрощена и уплощена. Без вот этого упрощения и уплощения мы все время будем получать не только дробление бизнеса, но и скакать люди будут по налоговым режимам. Поэтому я режим самозанятых изначально, когда он организовывался как экспериментальный, я напомню, мы должны бы с вами еще до сих пор быть в состоянии эксперимента, это было установлено еще по президентским указам, что должно быть 10 лет, услышите меня, а это еще 19-й год, 10 лет экспериментального режима раз, всего 4 региона два, поэтому мы с вами должны сейчас были еще по старым их бумажкам находиться в экспериментальном режиме. Почему это произошло? Отменили экспериментальность и теперь самозанятые сплошь и рядом, их уже почти 8 миллионов. Это произошло по причине того, что государство, когда организовывало нам локдаун по коронавирусу, не захотело получить огромные выплаты по безработным. И поэтому оно тут же распространило на всех самозанятых, ну то есть она сделала всех самозанятых, все кто увольнялся, становили, получали режим самозанятых. Тем самым государство сэкономило колоссальное количество бабок. Все логично и рационально. Как вы относитесь к идеям либертарянства? Ну мы большинство этих идей здесь собственно озвучиваем. Мы их озвучиваем, да, поэтому любая идеология, она должна развиваться. И к сожалению, развитие ее пока носит малый характер. Кстати, в моем магазинчике одна из топовых книг, которая продается очень активно, все ссылки есть под любой практически трансляцией, там шоп на Финарте. Одна из книг, это базовая книга Мизеса «Человеческая деятельность». Я был удивлен, что она уже там продалась более чем 50 экземпляров, а это такой действительно трактат. Ну, рекомендую, да, к покупке. Фома неверующая. Парламент двухпартийный или многопартийный? Какой эффективнее? Ну, сейчас он пока будет многопартийным, но по большому счету, в общем, мы давным-давно уже, на мой взгляд, скатились почти в... В одна партийный. В одна партийный, да. Все, что-то лукавичное. Нам бы добежать до двухпартийного хотя бы. Да, чтобы эти две силы были независимы. Вот смотрите, если бы у нас две силы разные были бы в федеральных новостях, две силы равные в судебной власти, которая бы друг с другом хоть как-то рубилась бы, то мы бы жили бы в другой стране, поверьте мне. И даже бы тогда и службы, и ведомства не спешили бы выполнять незаконные распоряжения одной из сторон, потому что есть вторая сторона. И то, что нету этой конкуренции или баланса хотя бы двух сил, а в идеале, чтобы их было больше, как вот в том же, да, свободном обществе. Вот говорят, свободных СМИ не существует. Это абсолютно правильно. Да. Но существуют не свободные СМИ разных интересов, ни из одного центра. Вы даже сегодня можете зайти и в любой европейской стране найти много таблоидов, где критикуют действующего президента, прошлого президента и будут критиковать будущего президента. Да, будут те, кто его будет хвалить, в любом случае, но будут и те, кто будет этих критиковать. И вот это и есть свобода. Кстати, между прочим, если бы, условно говоря, у нас был бы какой-нибудь там, либо так называемый титульный спонсор, или кто-то нас держал на подсосе по деньгам, мы бы тоже были бы за него зависимы. А поскольку у нас вот даже за эту трансляцию два доната, мы максимум, что шурму все купим. И, но все равно этим двум людям респект и уважуха, потому что труд к труду, это наше все. Скажите, пожалуйста, доллар за 85 в этом году будет? Нет. Ребят, будет все потихонечку расти. Его будут тихонечко сдерживать, но... Хождение даже в 88 очень слабо вероятно. Вы же видите, все держится в том самом диапазоне 93-97, о котором мы с вами, наверное, я уже вот такую оскомину наел на языке. Сергей Болотин, кстати, старая тема, ее много раз я на эфирах слышал на левом радио. Скажите, что вы думаете о такой точке зрения, как экономика РФ не развивается, потому что Центробанк подчиняется не нашему правительству, а МВФ? Ну, во-первых, какому сейчас нафиг МВФ он подчиняется? Скажите мне, дорогие персонажи, вот есть Соединенные Штаты, находятся за тридевых земель, там у них МВФ, действительно частная лавка. Вот поясните мне, какого хера они, например, так же не контролируют, например, очень выгодную для контроля экономику Канады? Почему вы вот этот бред, вот вы где-то за тридевых земель находите страну, да, большую по территории, но крайне нищую? Потому что, ну вот вы посмотрите на это из-за океана, вот территория огромная, население копеечное, нищие абсолютно в хламину, технологически неразвитое, кроме, как это, хождение с дубинкой, а я тебе сейчас ебну, в целом там, кроме полезные ископаемые есть, но они, простите, они есть и в Канаде, и в Соединенных Штатах, и в Африке, и в Мексике, куда, в общем, вы вот каждый раз, когда я читаю это, это вот, это признак мудаков, понимаете, вот мудаку всё время кто-то мешает, он не мудак, потому что он мудак, а потому что есть какой-то обязательно, вот где-то там сидит на, либо на облаке, вот эта религиозная херня, либо где-то за океаном сидит какой-нибудь пидорас, который тебе мешает, слушай, родной. Я с нами опять Ютуб, это ограничено. Да ради бога, у меня, слава богу, не Ютуб, а Телега. Хочется сказать, вот если ты обосрался, это ты обосрался. Вот Владимир Владимирович Путин, которого ты никогда не увидишь, и который о тебе знать не знает, и вот эта вся система координат, она тебя видеть не видела, и знать не знает, она занимается абсолютно своими игрушками. Ты занимаешься своей жизнью, твоя жизнь маленькая, малипусечная, и ни Обама, ни Путин на это не влияет, потому что ты давно просрал свою собственную жизнь на унитазе, ты же пожираешь информационные ресурсы, говно, ты живёшь в магазине, говно, ты из окружения делаешь, говно, и потом у тебя обязательно Центробанк подчиняется МВФу. Взволновал эмоционально этот вопрос. Да я уже, он уже заколебали, у нас, понимаешь, конспирология, она всегда у нас будет. Обязательно нам кто-то мешает, тебе подножку, сука, ставит. Денис Иванов, приведите пример работающей экономики без государства. Во-первых, как организуется экономика без государства, и какой пример можно привести. И что мы вкладываем тут в данном случае в понятие государства. У либертарианцев тоже, кстати, государство есть, то есть само по себе. Оно, ну, всё-таки там какие-то внешние вещи глобальные, да, должен кто-то выполнять. Я вам приведу пример экономики, которая до очень долгие столетия существовала без всякого государства. Это тот самый американский континент, на который пока не пришли конкистадоры, существовал без всякого государства. И более того, если вы посмотрите... А сегодня? А сегодня всё, пиздец, туда приперлись конкистадоры, навязали испанскую корону и Алис, всё, на этом всё закончилось. Ну, сегодня есть, например, какой-нибудь наиболее свободный ладо? Нет, практически такого нет. Везде чиновник... Почему чиновникам быть хорошо? Потому что реально твои действия неосязаемо. Ты всё время запугиваешь вот этих своих рабов. И ты не там как-то... Нету критерия, которые вот можно оценить правильность или неправильность работы. Бюрократ это такая всепроникающая история. Хоть Германия, хоть... Ну, а как от этого отказываться? А, человек... Отказываться вот... К этому не надо приходить. В Балтике, смотри, вот я с Троицким беседовал, Артемием, да. И он сказал, он в Балтике... Он иногент, который, наверное... Иногент, да. Да, наверное, не знаю. Ну, на всякий случай, да. И вот он мне ещё давно, когда он не был иногентом, в эфире рассказал на моём канале, что у них в Балтике... Электронные государства, да. ...чиновников... Как бы работа чиновникам невыгодная. На неё не идут люди... Это очень хорошо. ...потому что она невыгодная. Она... Низкооплачиваемая. Низкооплачиваемая. В основном идут такие вот пенсионеры, либо какие-то люди, которые... Это хорошо, если там государство вымрет вообще. Не находит. Нет, ну оно, как бы, ну не вымоет, оно есть. Но вот должность какого-нибудь муниципального служащего, она не привлекательна. Не для молодёжи, не для людей, которые что-то вот пытаются достичь. Нет, это очень правильно, потому что это не производительный труд. Поэтому, если мы будем приводить примеры, нам ещё очень долгие столетия выжигать из себя раба по названию государства. Это ослабление роли государства, это ослабление его вот этой линейной функции управления, то есть полномочия на места, на местах выборность всех должностей. И, собственно, с зарплатами надо, наверное, всё-таки разобраться, чтобы жили-то они на доходы. Ну, они вообще должны... вообще это должна быть общественная деятельность. Потому что я вот вспоминаю там своего деда, который был муниципальным депутатом при советской власти. Там был подход очень такой при советской власти, что ты работаешь на работе, а потом у тебя ты ещё муниципальный депутат. Официальная зарплата рукой для администрации Барвихи, богатейших населённых пунктов, была 50 тысяч рублей где-то. Охереть, как ты на эти бабки жил? Причём, что у меня была тройная конфигурация этой самой с доплатами, со всеми этими. То есть голой была там 30 с чем-то, и вот эти 50, там может быть даже с какими-то копейками, я уже не помню. Это были вот все вот эти коэффициенты, а у меня они были самые высокие. А в ту же Воркуту мне предлагали тогда по госконкурсу уехать за 28 тысяч рублей зарплаты, чтобы ты понимал, глава Воркуты. 28 тысяч, самый депрессивный город, был 28 тысяч зарплаты, и крутись как хочешь. Ну то есть воруй как хочешь, а потом мы тебя там же и посадим. Ну конечно, далеко ехать не надо будет. Да, в этой же Воркуте, да. И если бы вот эта зарплата была единственным источником доходов любого чиновника, который сегодня стоит, я думаю, они бы ещё бы замучились бы искать этих людей. Ну представь себе, что везде, если бы они жили на доходы, которые им государство платит, и не имели бы возможности, или имели бы культуру не воровать денег, что бы с ними было бы? Юба! Ну твоя бы семья тебе сказала, ты что это? Да иди ты нафиг, да. Совсем что ли это, лентяй? Именно поэтому и надо превращать. За 50 тысяч главой тут сидишь у нас. Конечно, ну иди на кассир, на кассе. Да, на это самое не хватает никому. Поэтому функции должны упрощаться, уплощаться и превращаться, по сути дела, в электронное государство. Потому что нет такой функции, которой чиновник нужен. Ну глобальные задачи у нас, как ни крути, там оборона, от неё никак не нет. Ну безопасность, скажем так. Безопасность, да, оборона. Вот, остальное всё людям. Ну и глобальное макроэкономическое регулирование. Безопасность тоже. В Швейцарии, в кантонах, да, на уровне нижайшем, короткоствольное оружие, на уровне, соответственно, дом, должно быть обязательно автоматическое или полуавтоматическое оружие. Кстати, идеи либертальянства у нас тут как раз полностью сходятся. Да, идеи автоматическое, полуавтоматическое оружие. Выбранность права на оружие, выбранность в том числе и судей. Судей, да, в обязательном порядке. Да, то есть глобальные функции государства какие? Оборона, безопасность, глобальные функции регулирования процессов, которые правила игры должны показывать. Ну это судебная власть, по сути дела. Да, то есть гражданин с государством имеет дело фактически только через судебную власть. Всё, больше не для чего. Если судебная власть не работает, то, соответственно, у гражданина нет никакой возможности с государством как-либо, по сути дела, поспорить, да, когда оно делает, что хочет. Поэтому судебная независимая власть, это обязательно, ну и выбранность. Потому что на местном самоуправлении граждан вообще мало должно интересовать, что там, где у них происходит. Потому что все их основные нужные дела должны решаться людьми, которых они сами выбирают на месте у себя. И, кстати, во многих штатах, вот у нас смеялись в своё время, действительно, много таких вот дремучих реднеков, да, американцев, под которыми все смеялись. Которые, ну, кто президент США знает, вот кто вице-президент, уже их не интересовало никогда. Нет, нормально. Они знают, кто у них судья, они знают, кто у них шериф, которого они выбирали. И они знали, кто у них на местности там избранный глава города, их там городка какого-нибудь. И для них это более был важный вопрос, и для них это более важные выборы, хочу заметить. А вот там уже у вас там где-то далеко, в далёкой... В этой Москве вашей? Да, что там у вас в вашей Москве творится, мы не знаем этого. Конфедерация для России может быть хорошим примером. Конфедерация, это, я как понимаю, суть к этим национальным республикам, опять же. Ну, на мой взгляд, слушайте, нам сначала надо хотя бы добежать до федерации. Потому что когда мы видим ещё раз сейчас создание, в общем-то, там, мусульманских анклавов, у нас расколы идут по финансовым, там, каким-то, это маловероятно до конфедерации нам не добежать. Глужгов Сергей, США всю экономику планируют, где сколько построить, выпустить или это не так? Это, наверное, намёк, что это плановая экономика. Ребят, во-первых, плановая экономика – это не планы. Это точно. Планы есть даже у спекулянтов, которые в Советском Союзе джинсами торговали, они тоже что-то планировали. Это не плановая экономика. Плановая экономика – это собственность на средства производства государства. Экономика частная, капиталистическая, это когда собственность на средства производства частная у граждан. То есть государственная, либо у граждан. Вот вся разница. Если вы имеете в виду, что планируют ли США экономику, но если у вас бизнес что-то строит, то государство не очень планирует за бизнес по причине того, что вот там Илон Маск планирует, сколько и что ему запустить и куда проинвестировать. Захочет построить, захочет ракету сделает. Планирует ли это Илон Маск? Вне сомнения. Планирует ли это государство? Ну государство в общих цифрах, да, прироста, убыль что-то там фиксирует и может у них какие-то подсчеты есть. Но когда государство само расходует средства и строит что-то, там план четкий, да. А когда не само, а бизнес, который определяется очень многими же показателями у нас. Вот сегодня ПИК построил столько-то домов, а завтра не столько. По причине чего? По причине кризиса жилищного, да. Люди выехали, недвижимость свою из России начали продавать и на рынке не востребованы все эти многоэтажки, которые сегодня стоят и пустуют, построенные. Снижать цену рыночной, предлагать как бы механизм они не могут, потому что все перекредитовано и строилось под сегодняшние цены, которые они хотят получить. Ну поэтому вот есть некий кризис. Ну естественно это на темпы строительство тоже влияет, поэтому здесь немножко вопрос не туда. Планы есть везде, у любой корпорации есть план, у любой ОООшки есть план, у любой ИПшки есть план. Но это не значит, что ИПшка, ОООшка и там все остальные формы это какая-то плановая экономика от этого. Планы это другое, планы конечно же в любом бизнесе есть, но это не про рынок. Не про планы, да. Поэтому все корпорации все планируют, но действительно это не про планы экономики. Что тебе отпускать надо? Один давай вопрос какой-нибудь. Ну давай бери последний вопрос. Так, ну про власть от сложно, это сложно, так это сложно, тут такие все вопросы глобальные. Это хорошо, на эти ваши глобальные вопросы я никуда не денусь, я все равно во вторник и в четверг буду отвечать, не волнуйтесь. Завтра, завтра к 8 утра жду у себя на канале. Слушай, я не знаю, коротко сможешь ты на это ответить, тут тоже это вопрос такой. После замены неэффективной, ну наверное тоже человек это посмеялся, неэффективной советской экономики на эффективную капиталистическую были утрачены все основные сферы страны. Ну какие все основные сферы? Космос, промышленность, оборонка, социалка. Это точно эффективность? Ну во-первых, ребят, дело-то не в эффективности, а в исполнительной. А самое главное, что не произошло такой водораздел, бумц, экономика остановилась и встала. Давайте мы возьмем самую в этом плане промышленно развитую страну США, которую там вы все ненавидите. Ну и мы тоже любить не обязаны. Но вот смотрите, космос у них частный, что ему там? Военка частная. Мешает ему это развиваться? ВПК частная, да? Частная, бабки частная. Тоже конкурируют, развиваются, локхит абсолютно частный, все летает, все запускается и в космосе, и в оборонке. И социалка вот ничего, и все остальное. Ну и что, вот я вам ответил, и что им мешает это? Так может быть вопрос тогда не совсем в форме экономики в данном случае, а вопрос в людях, которые стоят сегодня. Вы уверены, что сегодня у нас рыночная экономика в России? Она не рыночная, она феодальная. А я вот убежден, что нет. Поэтому все-таки вот вы посмотрите не на общие ваши рассуждения, а на опыт всех остальных вокруг стран. Сильная ли оборонка у Северной Кореи? Да, думаю, да. Она сильная. По меркам Северной Кореи они входят, ну, если не в десятку, то недалеко от самых милитаризированных государств мира. У них сильная оборонка, действительно. Хоть и зависящая от Китая полностью, но тем не менее. Ну, является для вас это примером показательной успешного государства, в котором бы вы хотели, чтобы жили вы и ваши дети? Нет, конечно. Космос у них сильный. Сейчас начинают всеми мильными шагами, кстати, развиваться. Ракеты уже запускают, межконтинентальные спутники сейчас выводить начнут. Индия, кстати, тоже вот уже на Марс, кстати, села, в отличие от нашего Роскосмоса, да. Но опять же, вот смотрите, ребят, вот хотели бы вы жить и такую модель, как в Индии, такого иерархичного общества, кастового. Ну, наверное, не очень тоже, да. И все-таки вот вы, то, что вы приводите, это с одной стороны правильно, но с другой стороны, немножечко с подковыркой-то весь этот вопрос. Частная инициатива не мешает создавать космос, не мешает создавать оборонку, как и любая конкуренция. Как и социальная, что такое социалка? Социалка – это деньги государства, которые они в состоянии расходовать на эту социалку. Если бизнес зарабатывает деньги, а государство собирает налоги и решает, что будет заниматься социалкой и тратить ей деньги, то социалка будет тоже отличная. Где у нас самая лучшая социалка? Ну, давайте возьмем, где у нас шведский социализм? Слышали понятие? Это же не потому, что они идеи Карла Марса и Ленина взяли на знамена. Их там нету и близко, да, у них частная собственность, капитализм, чистые воды. Но поэтому шведский социализм. В странах Скандинавии во многом есть бесплатное образование, о котором все рассказывают, да, и медицина, и много еще чего. И выплаты гигантские, если вы не работаете, что они мало чем отличаются от тех, кто работает, да, зачастую. Поэтому, видите, не мешает же им это все. Может быть вопрос немножечко в другом, в исполнении. Это мы опять не к тому, что мы там опять нам скажут, что вы опять критикует Советский Союз. Не критиковали в этот раз, да? В данном случае ты про схему. Спасибо, что были сегодня с нами, дорогая телега. Подписывайтесь. Подписывайтесь на Дмитрия Демушкина на YouTube, на Потапенко прямой, пожалуйста, хотя бы, ну, 56 тысяч. Сделайте хотя бы, брать приличие, ладно. Уж там уже ничего уж понятно, что. И спасибо тем двум человекам, которые так и остались, которые нас поддержали финансово. Ну и до встречи, до следующих. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что нас терпели. Продолжим обсуждать новости. Да, пока-пока. Подписывайтесь. Спасибо. Так, Саша нас должен выключить, надеюсь. Саша, Саша, ты ему позвони сначала. Да, а то мы что-то это... Да, мне надо бежать на эфир уже. На эфир бежать, на радио надо уже. Ох, он этот, Саша, а. Полярчик. Опять умотал куда-то. Ну, я такая, он не мог. Что он не умотал там? Да нет, что-то у него там, это по семейным обстоятельствам. Так, дорогие друзья, вот еще минуту мы в итоге зависли, да. Мне надо уже бежать, у меня в другой студии здесь параллельно эфир, я еще экспертом выступаю. Вот, ну, сейчас мы его, наконец, дозвонимся, и он нас, наконец, выключит. Так, все, я уже бегу. Нет, не выключим, еще днем. Все, дорогие друзья, спасибо, до свидания. Вырубай. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 ДimaTorzok